Вот демонстрация экрана, да, у нас получается? А теперь? Да, видно. Видно. Видно, видно теперь. Теперь видно? Да, да. Вот. Тема, предмет я уже повторяю еще раз. Инженерная геология и гидрогеология. Так, лекция наша, тема нашей лекции. Видение, предмет и метод содержания дисциплины инженерной геологии и гидрогеологии. План нашей лекции. Изучение дисциплины инженерной геологии и гидрогеологии. Как вы понимаете слово геология? Слышите меня? Изучение земли? Да, гео – это земля, логус, изучение. Изучение земли. Изучение земли. А как понимаете инженерной геологии? Инженерная. Вы знаете, вообще земля из каких частей состоит? Сама земля. Грунт. Кто мне сейчас отвечает? Кто меня отвечает? Бадридинов. Бадридинов, молодец. Так, я вообще говорю, земля из каких частей состоит? Вы должны знать, география пятый класс. Ядро. Правильно, ядро. Еще. Мантия. Мантия. И еще третий слой это? Или третий вид? Земная кора. Понятно, да? Да. Вот то, что будет сооружаться на земной коре, это и будет называться инженерная геология. Значит, мы, инженеры, в будущем будете инженерами. Правильно? Все вы, когда окончите, вы будете инженерами. Так как инженерная геология – это то, что сооружается на земной коре, это и называется инженерная геология. То, что будем сооружать. А так как, чтобы сооружить какое-либо здание или сооружение, мы должны что делать? Изучить его строение. То есть строение земной коры, на которой мы будем… Не саму земную коры, как мы называем его… Еще второе название – это грунт называется, который состоит из нескольких слоев. Ну, в дальнейшем я с вами… В дальнейшем еще подробнее буду вам объяснять, если непонятно. Гидрогеология что изучает? Алло? Кто мне ответит? Гидра – это вода, да? Правильно, гидра – вода. Гео – значит, это, как говорится, земля, да? Подземная вода, типа подземная вода изучаем. Значит, изучаем подземные и поверхностные воды на земле. Понятно, да? На земле, да. Да. Изучаем поверхностные и подземные воды. А какие поверхностные воды вы знаете? Что у нас может быть поверхностная вода? Река. Правильно, река, озера, океаны и так далее. И так далее, и то, и потом. А подземная? Которая находится под землей, да? Да. Да, это все мы потом подробности с вами будем изучать. Понятно, да? Сам дисциплина, изучение, цель изучения дисциплины понятна вам? Да. Чуть-чуть… Да, понятно. В общем, чуть-чуть есть понятие. Значит, изучение земли, так как инженерная геология, для того, чтобы сооружить какое-либо здание, сооружение, правильно? Что-то. Мы же все это сооружаем на земной поверхности, чтобы оно у нас не провалилось, да? Чтобы не получилось у нас трещины в фундаментах. Мы сначала должны изучить его, что-что, на чем оно сооружается. Или его второе название – основание. В дальнейшем у вас, в следующем семестре, то есть… А, у вас сейчас основа… У вас есть механика грунтов, основание фундамента, предмет? Проходите? Есть, есть. Да, 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 проходит. Кто у вас лектор? Гульчихра из Маилова, кажется. Не-не-не, Гульчихра из Маилова не лектор. У вас лектор или Клара Джабар? У нас лектора пока нет. Мы не знаем, кто у нас по лекции ведет. Не может. Да, у нас еще лекции не было. А, если лекции не было, а вообще у вас расписание есть? Вы получили расписание? Расписание получили, но лектора не знаем мы. Вот. У вас, если расписание получили, то посмотрите. У вас, по-моему, Рахмонов. Или Рахмонов, или Салямова Клара Джабаровна. Или Рахмонов Усарий Шанкулович. Ага, понятно. Вот они, вот эти две как раз-таки предметы, они взаимосвязаны. Понятно? Перед тем, чтобы сооружать какое-либо здание, сооружение, вы должны его изучить основание. На чем оно будет у вас сооружаться. Правильно? А вот это основание и есть, это инженерная геология, которая изучает, что изучает грунт, который называется его основание, его называется второе название, это грунт в геологии. В предмете геологии его мы будем называть грунтом. Грунт, его состав, его физи... Вот как раз-таки в механике грунтов основания у вас будет лабораторный проходить, и практика у вас будет. Вот лабораторный вы будете проходить, его физические и механические свойства. Вот на этих данных будете вы дальше уже что делать? Проектировать или сооружать какое-либо инженерное сооружение. Понятно, да? А чем связана гидрогеология? А зачем нам гидрогеологию изучать? Алло. Вы меня слышите, ребята? Уважаемые студенты. Да, я слышу вас. Да, да, я слышу вас. Вы что, не хотите проходить лекцию? Не-не, хотим. Что-то вы пассивны. И у нас это просто новый предмет, мы чуть-чуть. Новый предмет, поэтому вам должно быть интересно. Вы же этот предмет не проходили. Я понимаю математику, физику. Вы в школе как-то проходили, и вы какой-то уже знаете, да, о чем идет речь. А это у вас новый предмет, почему вам неинтересно? Интересно, просто только проснулись. Только проснулись. Сонные. Понятно. Но я думаю, на следующей лекции мы не будем, да, так пассивно вести? Не-не. Не, мы уже активно будем. Активно будете. Понятно. Вот теперь план нашей лекции. Связь инженерной геологии и гидрогеологии с другими геологическими науками. Третье – это состав инженерной геологии и гидрогеологии входит в специальные дисциплины. Как раз-таки вот эти специальные дисциплины вы будете изучать во втором курсе. Основные задачи инженерной геологии, гидрогеологии и методы инженерной геологии, гидрогеологии. Ключевые слова – это геология, понятно, да? Геоморфология. Что такое геоморфология? Не знает, наверное, кто. Слои – это изучение слоев. Гидрогеология – понятно. Петрография – это что? Петрография? Да. Петро – чертить, график, да? График, да. Лесовидение – это лесовые грунты. У нас в основном в Узбекистане, на территории Узбекистана таких грунтов очень-очень мало. Это в основном где болотные места. И минералогия. Что такое минералогия? Это изучение минералов. Изучение рудов, да? Минералов. Да, изучение рудов или минералов. Изучение дисциплины инженерной геологии и гидрогеологии. Коротко я вам рассказала, да? Вы чуть-чуть имеете значение. Значит, современная железная дорога – это весьма сложное, большое по своему протяжению сооружение. При строительстве железных дорог используются разнообразные горные породы. Правильно? Что такое горные породы? Кто мне скажет? Это горные породы, да? Да. Это плотные или рыхлые агрегаты, что ли там было? Да, смотрите. Помните, когда я с вами начинала лекцию, я у вас спросила, из чего состоит сама земля? Сама земля состоит из ядра. Правильно? Второе – это мантия, которая в вашу. И третье – это земная кора. Вот то, что мы будем изучать в инженерной геологии, это мы будем изучать с вами земную кору. Теперь обратите внимание, земная кора также состоит из трех слоев. Это осадочный слой, гранитный слой. Вы знаете, что такое гранитный слой? Ну, это твердый камень, да? Твердый камень, да, правильно. Что мы из него делаем, из гранита? Он на что похож? Мрамор, да? Видели мрамор? Да, да. Вот как раз-таки гранитный – это горная порода, которая состоит из минералов. Вот не зря мы с вами будем изучать минералы. Вот как раз-таки горная порода – это и есть с вами. Вот теперь смотрите, связка идет. Грунт – это горные породы. Горные породы состоят из минералов. Понятно? Составят из одного или нескольких минералов. А минералы состоят из одного или нескольких химических элементов. Вообще, сама земная кора из скольких химических элементов состоит? Сколько химических элементов вы изучали? Вы химию проходили? Да, да. Вот. Сколько химических элементов? Из пяти, да? Из пяти? Из пяти? Из пяти? Химические элементы? Химию изучали? 118 элементов. Вот, молодец. Кто это сказал? Бадридинов. Бадридинов. Молодец. Что? Остальные молчат? Я что-то не вижу. Дайте я посмотрю. Участники. Где мои участники? Вас 10. Джамшит надо было принять. Джамшита не принять, да? Остальные что молчат? Гулирано, почему молчите? Сергей? Артур? Я не молчу, не молчу. Вы слышите меня? Да, да. Хасана я не слышу. Я тоже слышу. Вы слышите меня? Просто микрофон выключаю, чтобы лишних звуков не было. Ну ладно, хотя бы дайте знать, кто отвечает. Мне же оценку вам надо же ставить? Вот я Шахруха слышала. Амирбека слышала. Гулирано не слышу. Абдулладзис тоже в начале был потом. Да, слышно. Вот теперь слышно, да, Гулирано. Хасан, где Хасан? Я здесь. Вы здесь? Да. Так, давайте активнее участвовать, ребята. Хорошо, хорошо. Я, конечно, ребята, уважаемые студенты, я просто уже привыкла все время. Понятно, да? Значит, смотрите, мы еще раз повторяем. Значит, грунт. У нас в инженерной геологии мы будем с вами изучать грунт. Понятно, да? Да. Грунт. Грунт состоит из чего? Из горных пород. Правильно? Горные породы из чего состоят? Из минералов. Из минералов. Из минералов. А минералы из чего состоят? Из химических элементов. Из химических элементов. Значит, какие химические? Из 118 химических элементов могут состоять наши? Минерал. Минерал. Ну, то есть не все 118 могут там, например, смотрите, вот сам гранит состоит из полевого шпата, из слюды и кальцит. Понятно? Вот из трех минерал состоит. Сам гранит. Вот это все мы будем с вами изучать в лаборатории. В лаборатории все это мы будем разъяснять, объяснять, показывать. Минерал будем показывать сам. Вот этот гранит, к примеру, например. У нас очень много минералов. Вот смотрите, обратите внимание, горные породы делятся на три вида по происхождению. Первое происхождение – это у нас осадочные горные породы. Алло, слышите меня? Да, да, слышим. Да, слышим. Что-то я смотрю, вы так тихо, молча. Вы, наверное, не слышите меня. Все спите, да? Не, не, слышим. Остаточные, сказали. Что-то не участвуйте активно. Не, не, не. Участвуй. Инженерная геология вам рассказала. Смотрите, что… Дальше. Связь инженерной геологии с другими предметами. Вот как я говорила, геология – это комплексная наука о Земле, его строении, развитии, геологических процессах на поверхности. И в недрах Земли. Что такое недра Земли? Как вы понимаете? В недрах Земли. Ну, это то, что под землей находится. Под землей. А что может входить? Ну, минералы. Те самые. Происходящее. Видите? У нас эта геология изучает происходящее на поверхности и в недрах Земли. Что может происходить на поверхности? Что у нас происходит? Землетрясение. Землетрясение. Да, да. Это куда входит? В недрах Земли или на поверхность? В недрах. Оно начинается в недрах, с недрах Земли. Правильно? Да. Вот как раз землетрясение, сейсмология. Тоже вы будете изучать в инженерной, то есть механике грунтов. Вот как раз. Я говорю, это все связано. Идет цепочка. Они друг с другом взаимосвязаны, этот признак. Инженерная геология с механиком грунтов. И минералогия. Минералогия – это изучение минералов. Мы как раз-таки это будем изучать с вами в лаборатории. Петрография. Наука о горных породах. Вот обратите внимание. До этого я у вас спрашивала, что такое петрография. Их происхождение, состав и строение. Историческая геология. Что изучает? Об истории возникновения. Развитие земли, животных и растительных организмов. Геофизика. Что изучает геофизика? Которые происходящие, физические процессы, происходящие на поверхности и в недрах Земли. Какие физические процессы вы знаете? Опять? Все зашли, что ли, спать? Можете повторить вопрос? Не слышно было у вас. Не слышно было. Какие физические процессы вы знаете? Динамические процессы какие вы знаете? Конспект лекции коротко сделайте. Слушайте меня, уважаемые студенты. Да. В конце лекции у вас будут вопросы. По лекции. То, что вот сегодня мы с вами изучали, вот это будут у вас вопросы. По этим вопросам, чтобы сделали, написали вопросы и коротко ответили. Не взяли мою лекцию и переписали, а сами. Сами, чтобы написали, что именно вы поняли. Вот из моей лекции вы сами должны ответить на этот вопрос. Чтобы не было переписывания, а то, смотрю, у вас многие переписывают. Вот геология. Вот видите, смотрите, обратите внимание, вот у вас что? Ядро. Вот у вас ядро. Это у нас мантия. Мантия у нас, внутренняя мантия и внешняя мантия. И вот у нас что? Поверхность земной коры или земная кора. Вот как раз-таки вот эта земная кора и состоит у нас из трех слоев горных пород. Следующее. Вот минералогия. Что такое минералогия? Это изучение руды или наука минералов. Изучает их кристаллографию, кристаллохимию, кристаллофизику. Вот здесь все написано. Что такое кристаллография? Кристаллография, значит, их структура, как они возникли, при каких процессах они возникли. Петрограпия изучает. Видите, камень. Это наука о горных породах, рассматривается его структура, минералогические и химические особенности. У нас структуру тоже мы будем с вами изучать в лабораторных занятиях. Историческое. Видите, возраст горных пород. Физико-географические условия. Моря, суши. Тектоническое. Тектоническое. Как раз таки вот тектоническое и у нас что? Это развитие земной коры, прогибов, складок. У нас вот прогибы, складок мы будем изучать с вами в пятой лабораторной работе. Вот горные породы, возраст горных пород. У нас это четвертая лабораторная. А то, что первая, вторая, третья, это у нас будет с вами, мы будем изучать горные породы. То есть это как минералогия. А дальше уже мы будем с вами изучать гидрогеологию. Начиная с шестого, седьмого по восьмое уже у нас будет, мы будем с вами изучать поверхностные и подземные воды. Вот, геофизика. Что изучает геофизика? То, что происходит на геосфере. Сейсмология, гравиометрия, магнитометрия, электрометрия. Также они делятся на разведочную геофизику, саморазведку. Гравио-разведка, магниторазведка, электроразведка, геофизическое исследование скважин. Сейчас я вам скажу, четвертая лабораторная. Мы будем как раз таки вот исследовать скважины. А в механике грунтов у вас будет первая лабораторная по этим. То есть как бы начинать будем в механике грунтов. Третье, что мы с вами проходим. Инженерная геология, гидрогеология, какие дисциплины в нее входят. Грунтоведение. Вот это и есть механика грунтов. Гидрогеология. Вот, которую мы изучаем о подземных водах. Механика грунтов. Вот как раз таки механика грунтов и основание фундамента, грунтоведение, они все входят в эту дисциплину. Инженерная геодинамика, геофизика. Вот это все мы с вами будем коротко, коротко все это изучать в лекции. Основные задачи инженерной геологии. Обязательно обратите внимание. Изучение состава строительных свойств и условий залегания горных пород. Для чего мы изучаем состав? Алло. Уважаемые студенты, слышите меня? Да, слышим вас. Для чего мы изучаем состав? Что такое состав? Как вы понимаете? Ну, из чего состоит? Чего? Ну, получается, земная кора, почва. О чем будем строить? Вот, правильно. Вот из чего оно состоит? Оно может состоять из разных горных пород. Да, до этого я говорила. Вот. Строительные свойства. Что может изучать строительные свойства? Ну, строительные свойства этих грунтов. Строительные. Какие свойства? Физические, химические. Они входят в это? Механические свойства. Они все это входят в строительные свойства. В общем, мы будем его называть строительные свойства. Правильно? Да. Значит, физические свойства. Что мы будем изучать в физических свойствах? Плотность. Изучали физики? Да. Плотность. Влажность, гигроскопичность, водопроницаемость. Понятно, да? Это все будем изучать физически. А что такое механические свойства? Под действием какой-либо нагрузки, правильно? Если здание, мы будем говорить, это нагрузка, которая же действует на грунт, правильно? Вот эта нагрузка, под нагрузкой, может форма грунта поменяться? Да. Да. Если свойство, физическое свойство, его неплотное, да? То есть не отвечает требованиям. У нас что? Может развалиться, да? Почему у нас трещина появляется в фундаментах? Это из-за грунта, правильно? Так как основания непрочные. Если основание было прочное, плотное, то бы у нас не пошла бы трещина. Так как пойдет трещина по фундаменту, так же и по стене пройдет, правильно? Вот это все мы будем изучать. Видите, какова важна? Это предмет инженерный гео. А также его гидрогиолой, то есть подземные воды, которые проходящие на данном сооружении под основанием. И условия залегания. Обратите внимание, условия залегания. Например, у вас на поверхности залегается глина или суглинок, да? Например, как вы думаете, глина или суглинок? Какова прочность? Прочность суглинка прочнее или глины? Без понятия. Вот, без понятия. Видите, вот это все мы будем с вами изучать в лабораторных условиях. Как говорят же, сто раз услышать, лучше один раз увидеть, да? Вот это мы все с вами будем видеть при лаборатории. То есть будете делать все это, изучать, что такое суглинок, глина, супесь, песок, какие виды песков, как мы будем их, то есть виды, разновидности по стандарту отличать. При помощи сита будем. Проведем через сито. Вот первое лабораторное по механике грунтов как раз таки и будет. Определение гранулометрии состава методом сито. Изучение геологических процессов. Какие процессы у нас бывают? На поверхность земли и в недрах земли. Это тоже будем изучать, которое будет нам влиять в последствии. Изучение инженерно-геологических явлений, которые могут возникнуть в результате постройки сооружений. Вы помните в прошлом году? В прошлом году в метрополитене в Юно-Сабаде строилось. Там провалился, да? Да. Вот. Да, да. Чего провалился оно? Из-за дождя. Дождя, вот, говоришь, процесс, значит, какие-то инженерно-геологические, то есть геологические процессы, правильно? Дождь идет, и что потом? Друг замачивается и от своей тяжести может что делать? Рухнуть. Ну, низ, да, получается. Да, вот это все заранее надо изучать и создавать, то есть создавать условия для строительства. Вот. Дальше нужно предпринять, значит, уже какие меры, да, по улучшению этих свойств грунтов. Что мы делаем? Уплотняем. Или что делаем? Удаляем этот грунт, чтобы он нам не мешал при строительстве инженерного сооружения. Вот это все перед тем, чтобы все это нам проектировать, мы должны вот это все изучать. Все это мы заранее изучаем, прогнозируем, а и после того мы что делаем? Ведем процесс строительства по документу. Какому документу? СНИП. Знаете, что такое СНИП? СНИП, строительные нормы и правила. Значит, у нас везде в строительстве есть свои нормы и правила, как сооружать, как строить. По этим нормам должны соблюдать все эти нормы. Если они не будут отвечать этим нормам, то будете, что делать? Вы отвечать, что вы не по документу, не по СНИПу запроектировали данное сооружение. Методы инженерных геологий. Какими методами? Для решения инженерных геологий используются следующие методы. Это, как я говорила, лабораторные исследования. Вот видите, физико-механические, физические свойства можем изучать при лабораторных условиях. Наземные, визуальные. Это у вас геодезия. Аэрокосмофотосъемка. Это что у нас съемка? Откуда? Со спутника. Правильно, спутника. Горные и буровые работы. Горные и буровые, понятно, да вам? Горные – это шахты. Буровые работы. На это скважины с вами будем, шурфы. Испытание грунта статистическими нагрузками. Обратите внимание, вот так это и есть механическая, то есть нагрузка. При помощи мы будем приборов масла-флурье, при помощи одометра тоже будем мы с вами работать. Геофизические методы. Тоже до этого я с вами говорила в лекции, что изучаем физическое его строение, структуру и так далее. Вот обратите внимание, проведение данных работ дает возможность определить надежность участка для строительства еще на этапе проектирования. Пренебрежные этими исследованиями или низкое качество выполнения работ. Как раз таки вот эти инженеры дадут некачественные данные, основываясь на этих данных, вы будете проектировать, правильно? Какое-либо проектировщики будут проектировать какое-либо здание или сооружение. Если вы дадите неправильные данные, то кто будет отвечать? Инженер-геолог будет отвечать. А если все правильно дали, то проектировщик, так как он не исследовал, так же нормам и правилам строительства. Понятно? Сам предмет. Коротко вам какой-то обзор дала понятие данного предмета? Вот смотрите, теперь я вот здесь контрольные вопросы. Видите? Чем заключаются цели и задачи инженер-геолога? Я там, видите, сделала 19 презентаций. Чтобы мне полностью все не переписывали. Каждый пусть пишет своими словами. В чем цель и задача предмета? И что является предметом изучения? Вот это я перечислила. Ну, правильно, предмет вы уже с вами... То, что есть, просто я имею в виду, пишите своими словами, чтобы видно было. Не переписанные, а сами писали. Свои слова же тоже есть, словарный запас у всех, я думаю, достаточно. Вот методы, все-все в том, что в лекции я с вами изучала, вот эти все вопросы я вам дала. Я думаю, мы с вами сегодня прошли лекцию номер один. В следующую пятницу мы с вами пройдем лекцию 2 и 3. Понятно? Вторую и третью лекцию мы с вами пройдем. Алло. Алло. Да, да. А лабораторный другой учитель, да? Нет, лабораторный я с вами буду проходить тоже. Мы с вами будем проходить, у нас Гучегра Байкидяновна, так как вы знаете, она на повышении квалификации, поэтому я с вами буду пока проходить, ноябрь-октябрь месяц, а потом она в декабре придет, и мы с ней вместе будем продолжать. А так сейчас, вообще я до этого объясняла же, что у вас так как больше 16, ваша группа делится на две группы по журналу, понятно, да? По журналу, начиная с буквы А до 16, кто у вас? Старосты, кто у вас в группе? Я, я. Вот, если вы слушаете меня с 1 по 16, это у нас будет первая группа, которая у меня. А с 17 по 21 будет у Гучегра Байкиджана. А что, у них в группе только 5 человек? Подождите, подождите, я извиняюсь, на 2 делим, на 21 делим на 2, получается 12 у меня, а 9 у нее, да? 11, 11 у меня, 10 у Гучегра Байкиджана. А, да, вот так будет. До 10, значит, с буквы А до 10, кто у вас там по списку, у меня будете. А с 11 до 21 будет у Гучегра Байкиджана. Понятно? Да, ясно. У вас по расписанию, когда у нас с вами лабораторная работа? Вы смотрели расписание? Сейчас я посмотрю расписание. Так, Q37. У вас лабораторная в среду, вторая пара. Нечет. Низ. У вас всего лишь 9 лабораторных занятий. Вот, так как у вас 18 недель обучения, правильно? Да. 9 лабораторных получается. Мигалка же у вас. Одна неделя есть, вторая нет. Низ получается. Вот, следующую в среду у вас, мы с вами должны, пока чтобы догнать, мы с вами должны 3 лабораторных пройти за 7 недель. Сейчас же у нас 7 неделя идет. Да, да. Поэтому должны 3 с вами лабораторных пройти. До конца. Поэтому мы сейчас не будем чёт-ничёт делать. Мы будем, каждую неделю заходите в среду, и каждую неделю мы будем с вами делать лаборатор. А потом уже с ноября месяца у нас будет чёт-ничёт. Например, одна неделя учились, вторую неделю вы не учитесь, следующей неделе. Через неделю получается. Вы же знаете расписание, да? Вы же второе? У вас в среду, поняли? В среду вы заходите в Zoom. Я вам ещё раз буду писать Telegram. В среду 8 часов? Да, я слышу. В среду 8 часов? Не поняла. Он спросил, что в среду 8 часов будет. А, какая пара вы имеете в виду, что ли? Сейчас, сейчас, я посмотрю. Вторая пара. Вторая пара. Вторая пара. Вторая пара. Начинается в 9.30, да? Да. Вот, в 9.30 заходите, и мы с вами начнём лабораторную работу. Будем изучать с вами минералы. Ладно, тогда до следующей среды, да, у нас? В среду мы с вами будем на связи. Я буду вам писать Telegram, ссылку давать. В какой-то сутки будете заходить, и с вами будем на связи. Хорошо, спасибо. Ладно, спасибо вам. Спасибо за субтитры. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok